Человек слаб, он находится в плену собственных желаний. И поэтому, когда в пробке объявили гастро-день, итальянская кухня, я понял, к черту сожженные за неделю калории. К черту. И ничто, даже роскошные красотки тут с губами такие блестящие не могли отвлечь нас сегодня от творчества Игоря Коптева. Он сегодня правит балом здесь. Конечно, в Мажорске у вас был маршрут такой. Ницца, Монако. Ну а что? Не, маршрут там Мажорский, но очень бюджетно. Если что, обращайтесь. Где мы еще были? Ницца, Канны, Монако. А потом уже ушли в горы. Скажи мне, это путешествие, оно тебя вдохновило на сегодняшний вечер? Я могу сказать, что если бы не мои путешествия, вдохновление бы закончилось. В каждой поездке для себя открываешь что-то новое. В любом случае это всегда какие-то гастрономические впечатления, потому что каждая страна имеет за собой целую историю по гастрономии. А то, что вы нас обслуживаете, это не за дополнительные деньги, я надеюсь? Это на вашу совесть. А как? Я вот обычно к официанткам обращаюсь так, ну достаточно фамильярно. Сашенька, там, солнце, солнце. Солнце годится. Солнце, а пиво, пивка нам, пожалуйста. Какое вы предпочитаете? Легенькое, легенькое. Лагерь, да? Тогда Прага. Хотите попробовать пиво такое же, как Варис в Праге? Редкет для вас сварил этот ссор. Традиционно, пицца, лазанья, все очень вкусно, спасибо. Очень калорийно, а еще, включая еще пиво Редкет для меня лично, то вообще я сегодня стал красивее, значительно, я думаю. Почему так традиционно? Какой кайф в итальянской кухне, все просто. Все вкусно, все просто, никаких заморочек, хорошие продукты, и все. Вот там у нас получился вечер, мы когда были в Генуе, шел дождь, и у нас не было возможности куда-то пойти. Мы нашли местный маркет, купили там продуктов, и дома у себя на квартире приготовили ужин, мы приготовили фрунти де мара, пасту с морепродуктами. И когда я готовил там, из их продуктов, я нашел именно вот эти вот все отличия. Те же сливки, тоже сливочное масло, оно совершенно другое. Свежайшие морепродукты, только что раскатана домашняя паста, и, ну, было просто пальчики ближе. Какие у вас еще вот смены тут произошли? Да у нас все поменялись с местами, безусловно. Ты знаешь, мы это делаем периодически. Ну, смотри, арт-директор за баром. Официанты на хостес и на кухне готовят. Шеф-повар сейчас закончит гастродень, тоже выйдет в зал помогать, будет официантом. Администраторы стали кто кем? Кто на хостес, кто ведущие, кто на кухню. В общем-то, в принципе, у нас сегодня не осталось ни одного, ни одной должности, которая бы не поменялась между собой. Единственное, такой маленький тебе скажу секрет, что на самом деле все равно на кухне стоит двое старших, которые контролируют процесс, собственно, приготовления пищи, потому что не все официанты умеют готовить так шедеврально, как наша кухня. И, безусловно, за баром стоит один настоящий, а не ряженый бармен, который контролирует процесс выдачи коктейлей, дабы наша арт-группа ничего там не перепутала. Самозванец. Самозванец. Написано Коптев? Ну. Ну и, в общем, и на ощупь Коптев тоже. Ну. А какой-то другой мужик на самом деле, понимаете? Нет, просто два Коптевых, поэтому все нормально. Есть тот, который показывает себя, который презентует себя, который бренд-шеф, который, ну вот он, вот картинка вкусная, да, от каждого вкусности есть какая-то другая сторона черная, которая готовит. Вот артиста сразу видно, да? Где бы он ни находился, везде найдет проявление своим талантом. Посмотри, а, красавец какой! Господи, да? А что это там у тебя в шейкере там? Что это? Это секрет. Ну, это алкогольная хоть. Ребята, новый бармен пробки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова